Очень рады быть частью этого события в вашем городе И приехать в Тверь второй раз А я вот первый И порвать А я первый Я считаю, что это хороший вклад в развитие электронной музыки, как минимум Не каждая радиостанция может себе позволить использовать эфирное время в таких целях Драгоценное Итак, дорогие друзья, обрываемся в эфир в студии Пилот-радио Кость Сухарев И даже немножечко вспотели ладошки просто даже от того, глядя, какие прекрасные, замечательные гости О которых мы сегодня говорили на протяжении всего дня Также хочется отметить, что сегодня Всемирный день диджея 9 марта И здесь на Пилот-радио мы решили устроить праздник для наших слушателей Устроили самый настоящий музыкальный марафон Час за часом, от часа к часу Менялись диск-жокеи за главным пультом, который находится здесь у нас в студии Пилот-радио Вся эта музыка, которую вы слышали на протяжении всего этого дня, игралась для вас специально вживую Ну и хедлайнерами сегодняшнего дня, сегодняшнего эфира являются замечательные ребята Going Deeper, Björ Хотелось бы немножко сказать о их творчестве Лидеры российской хаус-сцены, известной далеко за ее пределами Благодаря релизам на популярных звукозаписывающих лейблах, клубным хитам и горячей радиоротации сольных и совместных треков с лучшими диджеями России Ребята, мне показывают, мол, заканчивай, хорош, хорош Но скромности, конечно, вам не занимать, молодые люди Тимур, Евгений и Бьер там спрятался немножечко от меня там поодаль Ребят, привет вам, просто скажите вот для начала, как ваши голоса звучат? Всем привет, друзья Привет, привет Ух ты, как мой голос звучит Здравствуйте О, привет, привет Привет, радиопилот Привет, Тверь Ну, как вы вообще вот так вот начну Начну издалека, ребят Как настроение, с каким настроением приехали, откуда приехали? Жора вот вчера играл в Ярославле, например Да Мы приехали прямиком из Нижнего Новгорода, из нашего родного города Где мы проживаем, непосредственно все втроем Для тех, кто не знает, откуда мы, да Для тех, кто постоянно путает, что мы из Санкт-Петербурга, из Москвы Нас откуда только уже не называли, да Но мы из Нижнего Новгорода Вот мы дуо Гоиндипер И Жора как самостоятельная единица, байер Ну, бьер в России, а вот за рубежом можно и байер называть А как так произошло, то, что вы здесь сегодня оказались вот втроем? Ну, на самом деле произошло таким образом, что сегодня, во-первых, день Международный день диджея Да Это прекрасный праздник для того, чтобы приехать и отыграть классную музыку в хорошем месте Поэтому, в общем-то, мы здесь, нас позвали, мы приехали То есть вы такие отзывчивые ребята Мы как Чип и Дейл, да Наполненные энтузиазмом Спешат на помощь Да, действительно, не знаю, на мой взгляд, конечно, отечественную в том плане, что именно Тверскую землю спасать, наверное, не нужно А то сейчас многие наши диск-жокеи, особенно которые присутствовали здесь на Пилотрадио, как-то начнут немножко себя чувствовать ущемленными Хотя, надо сказать, что как раз-таки до вашего прихода сюда в студию, поговорив и с Лешей Реактором, и с Сашей Твином, которые, кстати говоря, сейчас находятся здесь за пультом Говорили о том, что именитые звезды, музыканты, связанные с электронной музыкой Зачастую, в принципе, нет такого понятия, как конкуренция И нет такого, что все время, если ты приезжаешь в Новый город, да, в рамках каких-то гастролей Или просто вот сегодня ребята приехали, чтобы порадовать тверского слушателя в баре Рояль И перед этим заехали сюда к нам в студию Пилотрадио Как вы относитесь, вот, ну, есть у вас конкуренция в таком вашем круге общения? Я бы вот так вот даже завернул Я бы сказал, что в данном сегменте вообще музыкальном у нас в России не так много вообще представлено Да я бы даже не смог выделить, на самом деле, ну, именно в нашем сегменте, кого-то конкретно, вот, кто работает в нашей стилистике Есть пара имен Есть пара имен, но мы не конкурируем, мы просто двигаемся, как бы, вместе параллельно, так скажем Мы не соприкасаемся особо, но, например, 24 марта мы везем одних из тоже популярных российских EDM-проектов Дропган себе в Нижний Новгород, на котором мы выступим вместе на одной вечеринке То есть мы сами захотели их привезти и сделать свою тусу То есть это уже не первая вечеринка такая Мы возили первый раз проект Sagan из Украины, из Киева Который тоже достаточно популярный И, в принципе, выпускается на тех же лейблах, что и мы На Хиксагоне, там, у Дона Диабло И прочих, и делает там классные треки и ремиксы Соответственно, мы стараемся ни с кем не конкурировать Мы стараемся, наоборот, сотрудничать и быть, так скажем В чем-то даже, наверное, помогать ребятам, которые Помогать молодым талантам и, как бы, поддерживать связь с теми, кто уже, так скажем, ну, далеко не молод и уже опытен Далеко не молод Ребята, главное, сидят сами такие, да, трое красавцев Также хотелось бы спросить, действительно, вот про такую вещь, затронув о помощи На российской электронной ADM сцене Боже мой, откуда у меня в голове эти слова Вы считаетесь, ну, мне кажется, как действительно такой вектор, за которым ребята тянутся Вы являетесь таким абсолютно точно примером для подражания Как у вас все это началось? Как вы добились, ну, не скромничать, таких высот, ребят? На самом деле, очень приятно слышать, что вот так выражаются, на самом деле А у нас в Твери уже по-другому Потому что, да, потому что, ну, действительно приятно, когда люди следуют какому-то, ну, так скажем, может, не идеалу, но, по крайней мере, примером быть, это всегда очень ответственное задание Вот, и мы стараемся всегда быть очень-очень тщательно разборчивыми в том, что мы делаем и в том, как мы подходим к этому Ну, а началось все, давай пусть Женя расскажет Да, а то Женя сидит, молчит и как-то будто бы... У вас тут тандемчик такой хороший, вопрос издаешь В 2012 году мы оказались с Тимуром на одной студии, и он писал транс тогда активно Но этот стиль уже так отходил немножко, и мы как-то решили попробовать вместе поработать в другом вообще стиле Не ради денег, не ради славы, просто, ну, как-то вот... Ну, я правильно понимаю тоже, что когда вот формируются такие проекты, когда начинается уже такая действительно серьезная работа, когда отбрасывается все ненужное И делается же это наверняка не ради заработка, когда вот ты сидишь в какой-нибудь маленькой такой уютной, может быть, какой-то даже домашней студийчике такой, да? И ты работаешь над тем, что приносит в первую очередь тебе удовольствие Именно так и было, так все и начиналось, и никакого, никакой цели заработать денег или там что-то, как-то стать знаменитыми, ничего такого не было Стать хенд-лайнерами, альфа включи пипа Даже не было мысли связать свою жизнь с этим на 100%, то есть это было хобби Мы просто прикалывались Да прикалывались, короче говоря Почему, да, почему все вот так вот люди относятся в начале своего пути, ну, не сказать, что халатно, но действительно просто в свое удовольствие, без каких-то корыстных целей, это и поражает Вот за мониторами там спрятался, Жора, а что нам скажет человек тоже, который, в принципе, имеет непосредственное влияние на современную ADM-сцену, музыку, которого рады видеть, мне кажется, от маленького города до наших столиц, которых тоже, в принципе, ни одна, ни две, а очень много больших городов, где рады приветствовать людей, ну, скажем так, такой масти Ну, я немножко поправлю, я немножко не идеям, немножко другая сфера Тут чуть-чуть Да, ну, было бы странно просто, на самом деле мы с ребятами общаемся настолько часто, что если бы я еще и делал музыку такую же, ну, это было бы вообще тогда, я не знаю Это, это, подкаст, вот эти одинаковые треки Так что, ну, и как бы, ну, и в целом, как бы, мой стиль, как бы, мне ближе Что это за стиль, расскажи Тэг-хаус, это более андеграундная такая музыка, звучание в целом более андеграундное Были какие-то попытки написания бейс-музыки Ну, как правило, это все уходит в такой свободный доступ, так скажем А какие-то более упоры я все-таки стараюсь делать на тэг-хаус-жанр Вот, и, ну, как бы, говорить про меня, если, то это больших высот я еще, так скажем, не добился пока Ну, извини меня, здесь пилот радио, ты уже сидишь Но все впереди, я могу даже за травочку одну похвастаться, немножко сказать вам Вот, впереди будет у меня два совместных трека, мы уже сделали с англичанами проект Tough Love Треки подписываем сейчас на замечательный лейбл, Insomniac называется Это саб-лейбл Universal, мейджор замечательный, чему я, собственно, очень рад Вот Да, это зрители аплодируют, аплодируют Это, на самом деле, да, достижение для меня, и я прям был очень доволен этому Потому что, ну, как бы, с такой музыкой очень сложно куда-то далеко уйти, как мне кажется Потому что, опять же, как мне кажется, у ребят Going Deeper более социалистическая музыка То есть она более... Массовая Массовая Ну, массовая Социалистическая Ну, короче, вы меня поняли Ну, да, да Короче, на самом деле Более понятно На самом деле просто у каждого, у каждой музыки свой слушатель И в любом случае, в нашей музыке, так скажем, может быть, больше слушателей Да, в данный момент В данный момент В данный момент Конкретно, если мы говорим, опять же, про Россию То на данный момент аудитория больше конкретно у жанра Future House Вот у ребят, которые занимаются непосредственно Или, например, там, какой-то, который они для радийной треки делают замечательно Для радио, да, скорее Да Друзья, да, спасибо Единственное, что за этими разговорами также хотелось бы и продемонстрировать ту музыку, с которой приехали К нам, ребята Сейчас мы прервемся на коротенькую рекламную паузу Далее послушаем творчество непосредственно наших гостей Пилот радио Реклама Официальный сервис Ауди Центр Твери Делает комплимент владельцам Ауди И дарит 10 тысяч рублей на сервисные работы Специальное предложение действует для физических лиц до 31 мая 2018 года И распространяется на автомобиле Ауди с 2006 по 2013 года выпуска Предложение не суммируется с другими действующими акциями и скидками Подробности по телефону 79 79 99 Только твое Пилот радио Пилот радио Пилот радио Пилот радио Пилот радио Пилот радио Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Пилот радио Пилот радио Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Продолжение следует... 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 И он будет в новой игре Asphalt 9 Которая выйдет Для мобильных платформ, для всех То есть вы также еще, конечно, работаете С какими-то такими видеоиграми Это вот делаем не мы А как раз таки те люди, о которых я сейчас Говорил, это паблишинг Они вот занимаются непосредственно рассылкой Для фильмов, то есть у нас выйдет Один трек в фильме у нас будет На Нетфликсе Это сериал какой-то? Да-да-да, там будет на Нетфликсе сериал, называется Ибица Слушайте И, короче, у нас там будет один трек И один трек будет в Асфальте 9 Достаточно популярная игра, на самом деле Для тех, кто играет в гоночки на телефонах Я думаю, они все знают Я сам буду обязательно прикалываться в эту игру Теперь тоже точно Теперь тоже так На правах рекламы Асфальт 9 Также хотелось бы, например, задать такой вопрос Поскольку вы Значимые такие уже фигуры На российской сцене, как уже много раз говорилось Каково было Вот оказаться В той же самой, например, Голландии и Нидерландах То есть, где абсолютно Мне кажется, другое отношение к музыкантам Абсолютно другое отношение Вообще к музыке К подходу, к творчеству, к работе Наверняка все-таки тоже какое-то значимое событие Привело вас туда Не только знакомство вот с Кириллом Но, на самом деле, мы прилетели туда до знакомства с Кириллом Мы полетели туда своим ходом Как называется, да Мы такие, типа, ну давай сейчас запишем на флешку треков Возьмем, короче, визитки Чего-нибудь там, кого-нибудь выцепим на улице И будем, ну, докапываться Так и было, мы прилетели туда Мы докапывались до всех подряд Ну, типа, кого могли увидеть, мы просто, типа, втюхивали там всем флешки Там, визитки, ребята, давайте там, эхей Кассеты Не, ну, кто-то нас знал То есть, какие-то люди, с которыми мы уже там сотрудничали, например Ну, какие-то диджеи, скорее Которые играли наши треки уже Непосредственно, там, Дон Диабло, например, там Или, ну, какие-то, короче Нет, ну, ты так знаешь, ты так рассуждаешь, интересно Ну, какие-то там диджеи, Дон Диабло, там, например Не, ну, я скажу так Сейчас просто, например, если взять 10 лет назад Что твой трек диджей поддержал в радиошоу И сейчас твой трек диджей поддержал в радиошоу Это абсолютно две разные жизни Потому что раньше с радиошоу можно было там поехать Я не знаю, в тур Просто там в радиошоу твой трек сыграл Тиеста Все, ты звезда, ты едешь в Швейцарию И подписываешь там контракты Нереальные какие-то вещи с тобой происходят Сейчас, как бы, это рутинное дело такое Радиошоу, это, ну, уже не Не оставляет Такого, да, как бы Такого отпечатка на карьере музыканта Скорее сейчас уже больше, ну Должны играть все И желательно на своих выступлениях На каждом выступлении Вот если будет Мартин Гаррикс играть какой-нибудь трек, например Соответственно, все будут его слушать Тогда уже будет какой-то резонанс Тогда уже, ну, какие-то шаги А вот ты говоришь Вот сравнил, да, предыдущие 10 лет И сегодня, например А чем сегодня зарабатывает, вот, действительно, Диск Жокей? Больше всего это приносит ему, например, лейблы Прослушивание Какие-то, я не знаю, iTunes'ы Или же, действительно, вот, открытые какие-то площадки Ну, если мы говорим о непосредственно Диск Жоке То есть о человеке, который не пишет музыку Которое правильно То он зарабатывает только на выступлениях Ну, еще, может быть, я не знаю Может, он в NL International работает там, я не знаю Ну, то есть, на чем там зарабатывают люди, да А если мы говорим о продюсировании музыки То, естественно, это отчисления и авторские права Это и какие-то, то есть, продажи с iTunes'ов Там, Spotify прослушки И там, Apple Music, стриминг и так далее Очень большое количество, на самом деле, всяких Сейчас стриминг-систем Сейчас стриминг развивается намного более серьезно, чем Или лейбл может дать такой аванс Ну, да, то есть, еще просто дают денежки, бывает Ну, то есть, ты присылаешь трек, тебе говорят Ой, какой хороший трек, вот, нате вам денежек Мне кажется, сейчас просто начинают облизываться все ребята Которые тоже хотят заниматься музыкой Слушают вас и понимают, что неужели все так действительно просто Это мотивация, это мотивация, конечно Пускай они знают, что все достаточно просто Главное, чтобы музыка была хорошая Все остальное очень даже достижимо Ну, и как мы тоже сегодня сделали такой небольшой вывод о том Что не нужно сидеть на диване, да, сложа руки Если ты... Не, можно сидеть на диване, но просто руки должны быть у тебя На клавиатуре, на мышке, да А голова занята прослушиванием с мониторов, да, каких-нибудь звуков хотя бы Большой труд, в любом случае, на мой взгляд И такое нелегкое бремя у ребят Потому что, ну, на мой взгляд, вы действительно создаете сегодня такое настроение Ту музыку, за которым тянутся уже, ну, я думаю, что поколения Сколько вот вы так существуете плотно? С какого года? На самом деле мы ворвались в этот мир, так скажем, уже сразу И как мы только первый трек выложили в ВКонтакте Там, я вот помню, нас практически сразу Пригласили на выступление Вот мы ездили в Самару Как раз-таки вот эти маленькие самолетики там и прочие Ну, это было где-то лет... Ну, это было пять Пять лет назад Мы просто проекту на проекту нашему пять лет, да А до этого вы существовали уже... До этого мы там фигней занимались, короче говоря Назовем это просто, да Ну, так, творческий путь По-моему, роскошно Друзья мои, как бы и вам тоже хочется всем пожелать Творческого пути Мы сейчас прервемся на короткую рекламу Далее вернемся сюда в студию И будем продолжать общаться с Going Deeper и Björk Где-то он там немножечко... Да, я здесь Затихо Давайте, друзья, послушаем Пилот-радио Твой город Твое Пилот-радио 102 и 7 FM в Твери Пилот-радио Твой город Пилот-радио Продолжение следует... 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 И вот в итоге мы с Женей приезжали в Тверь Это было... Вы нашли друг друга? Да И это было где-то... Как Goin' Deeper, я имею в виду Да, как Goin' Deeper, да, мы приезжали уже, вот, не знаю, года два назад, может быть, да? Ну, по-моему, мне кажется, свежие еще воспоминания Ну да, да, ну, то есть, нет ощущения того, что мы здесь сто лет не были То есть, что все так изменилось Но... Все более-менее похоже Мне кажется, что за эти два года-то ваша жизнь немножечко действительно изменилась Я говорю вот про такие музыкальные фестивали, даже когда Alpha Future People в 2016-2017 год Вы были хедлайнерами такого мероприятия колоссального Где, ну, собираются просто все ценители, любители электронной музыки И вы были там на главной сцене Как это было? Вот тоже немножечко в двух словах Просто сейчас надо будет прерваться на рекламу Это было охеренно! Непередаваемые ощущения, на самом деле Просто, когда ты поднимаешься вот на эту сцену огромную Откуда ты видишь просто вот тысячи этих голов, тел, этих людей, которые заряжены Которые орут Давай, ребята! Да даже я, когда смотрел Одной из головы Из этих голов был я Моя голова была Даже мне мурашки были То есть, там настолько такая крутая энергетика была Я просто не представляю, что чувствовали в этот момент ребята Потому что, ну, как бы, реально Я стоял, и у меня реально слезанного рождения Тут происходит такое Палка на двух концах Вы дарите свою энергетику толпе просто, да? Вот этой вот неимоверной И в ответ вы тоже получаете такую энергетику, которая Это обмен, да Каждого музыканта, ну, просто окрыляет Правильно? Это реально окрыляет и несет тебя вот на протяжении этого выступления И потом вдохновляет тебя на новые совершения Тебе хочется писать какую-то другую музыку То есть, тебе хочется сделать еще что-то круче, еще лучше Чтобы эти люди, которые придут в следующий раз на этот фестиваль и услышат Друзья мои, узнаем мы буквально через короткую рекламную паузу Будут ли ребята на очередном Alfa Future People в этом году Сразу после коротенькой рекламы Пилот Радио Продолжение следует... Всем здорова, друзья! Это мы, снова мы Да, ребята, слушайте, какие вот талантливый человек, талантлив во всем Такой битбокс от Бьора Жорж, спасибо, такой прям Вошли в час, вошли в эфир Ворвался, пацан Ворвался, да, действительно И мы тоже ворвались Go in Deeper, сегодня гости студии Пилот Радио Ребят, ну, обо многом сегодня уже успели поговорить На самом деле, ваша музыка достаточно часто играет в нашем эфире В рамках музыкальной мануфактуры Во-первых, знаете как, вот буквально здесь остается совсем немножко времени до конца этого часа Ну, от себя лично хочу сказать большой вам респект Просто за то, что вы действительно прославляете нашу музыку Ну, понятное дело, что во многом, конечно же, здесь разные факторы влияют на ваш успех Вот, но в первую очередь за то, что вы трудитесь Делайте это абсолютно точно не зря Потому что достаточно много еще ребят, которые пришли также сюда в студию Ваши друзья, которые тоже интересно провести с вами время сегодня вечером Кстати, наших слушателей я призываю обязательно быть в баре Рояль Просто почувствовать эту энергетику действительно вживую Когда ребята будут исполнять тот материал, с которым они приехали в бар Рояль Что вы ждете вообще от сегодняшнего вечера? На самом деле мы, как правило, ничего не ожидаем Мы просто приезжаем и делаем так, что люди, которые приходят, они остаются довольны, как минимум В восторге И прочие эпитеты я даже не буду пытаться подбирать Потому что, ну, на самом деле это нужно просто лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать Просто будем кайфовать Знаете, вот на самом деле складывается такое впечатление, что в прямом эфире все так вот культурно Так все такие вот молодцы, с прямой осаночкой А за эфиром здесь просто такой целый праздник Потому что действительно... Картель Да Праздник, музыкальный праздник, Всемирный день диджея Леша Гулика тоже попросил его отметить Действительно, Алексей Спасибо тебе Спасибо тебе, что ты привез замечательных ребят Ну дай я скажу, дай я скажу Алексей, прям садись в прямой эфир, легко Стоп, 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 дай микрофон Нет, стоп, не трогай меня Что такое? Не кусайся Вы ждали его Всем привет Сегодня очень много красивых слов говорится в сторону наших замечательных гостей Я с удовольствием присоединюсь к каждому слову Как говорит один из наших коллег диджеев тверских Который сегодня, кстати, будет на вечеринке Его имя нет смысла называть Ввиду того, что он меркнет Он бледная тень, отбрасываемая потухшей звездой Убирайте его Так, кто пустил этого парня в эфир? Господа, надо понимать всем тем, кто собирается сегодня в бар-рояль на тусовку Что сегодняшнее действо Это действо, приуроченное ко дню диджея прежде всего И сегодня впервые за много лет Абсолютно все действующие дизжокеи нашего города А также ветераны профессии Будут в одном месте 70 диджеев локального значения Господа, вот к вам вопрос В Нижнем Новгороде есть 70 диджеев? Я думаю, что есть Просто, ну, самые там топовые Латентные Да, латентные 70 латентных диджеев, я думаю, мы найдем Но на самом деле топовых диджеев у нас, ну, десяток Десяток, ну, десяток Десяточек Ну, которые... Ну, которые... Нет, я понимаю, что, как бы, с вами конкурировать могут только трое, и они из Смоленска Да, хоть мы и не трео Есть еще трое из другого города, но их имен мы называть не будем Слушай, как так? Расскажу, парни, прежде всего надо понимать, что это далеко не первый марафон, но вы участники самого первого марафона когда-либо в истории радио У нас есть традиция унижать друг друга Марафон слушают люди, которым, честно говоря, не очень-то интересно, какие вы крутые Да Все хотят грязного белья Ну, я давай покажу тебе свое Как бы я уже видел И это радио Ты не мог бы продемонстрировать в микрофон звук, который издает твое грязное белье? Я до конца не верил, что он поведется на этом Он это сделал Тимур Шофеев, Гондибер Аплодисменты Все, домой, на вокзал сейчас Нет никакого смысла приходить А Жене на лицо, то чувство, когда говорит он, а стыдно мне В общем, мы ждем сегодня всех в баре Рояль Приходите, будет очень много крутой музыки Приходите, выигрывайте футбол Не будет розового вина, не будет никакого такого вот ничего Не будет попсы, будет просто классная музыка, под которую можно подвигаться Да, давайте, приходите Кстати, да Приводите друзей Кстати, да